Всем привет, мои маленькие любители девяностых! С вами Юрий Хованский! И как мне это жрать? И Юлия Аняшка, как вы понимаете, да. Сегодня ко мне торжественным образом прибыли остатки моей капс-коллекции из детства. Это твои? Да. Это реально? Но поскольку, если у вас есть мамы, вы можете знать, что часть вашей детской коллекции раздается друзьям, подругам, всех желающих. Поэтому самые крутые мои фишки уже забрали. У меня была коллекция в отдельном тубусе, сбитой Mortal Kombat. Вот кто-то точно взял, говорят, нигде нет. У друга было тысяча или две тысячи фишек, и он их с балкона выкинул, потому что его всё заебало, и ему было больше неинтересно. А прикинь, кто-то это нашёл. Да, они все разлетели. Я бы в детстве такой, ебак спадать пакет с капсами, блять, несколько тысяч. Это как найти миллион долларов в те времена в чемодане, блять. Но я такого никогда не находил. Чьи-то с фишки? Короче, друзья мои, сегодня мы будем играть, показывать вам, как мы развлекались с детства и вспоминать смешные истории, связанные с фишками. Надеюсь, вам понравилось. А вы с битами играли? Надеюсь, вам понравится. Ой, да, мы же ролики снимаем. Не, с битами не играли, потому что, блять, они повреждают. Да, мы без бит тоже играли. Ну, мы про это тоже поговорим. У тебя ПОГ есть! Конечно, это самые крутые. Ну, а я даже не знаю, почему они самые крутые, но они так, такие крутые. Не знаю, как объяснить, они очень классные. Никто не знал, почему они классные. По сути, это просто картинки, нарисованные на нарезанных кружочках, но это было классно. Это было пиздато. Знаешь, как я делал часто? Я не любил свои фишки тратить, поэтому я приходил к другу и говорил, займи 4 фишки. Ну, блять, ну займи 4 фишки, я верну. Он мне занимал 4 фишки, я у него выигрывал 40 и отдавал 4 фишки. А я играл на банк с корешем, который играл очень хорошо, но у него не было компьютера, поэтому он приходил ко мне. Не, мы играли в первую, по-моему, цивилизацию, как бы на двоих так сидели, думали, как правители. А он помогал мне не остаться с носом, когда... Потому что я в основном свою половину банка проигрывал, блять. Никогда мне фишки не везло. И, кстати, именно из-за фишек я начал материться. Серьёзно? Я до 6 класса, по-моему, вообще матом не ругался. И я даже вместо пизда говорил перда, знаете, как дети делают, блять. И вот мы как-то играли во дворе с какой-то клушей, блять, из параллельного класса пришла. И она всё выёбывалась и выёбывалась. Типа, это ты с подкруткой, блять, перебиваем нахуй, ты подкрутил. Оно не так, ты ребром, блять, не считается. И я человек интеллигентный до этого никогда не сказал, ты чё выёбываешься-то, а? И вот с тех пор идёт, как вот... То есть, если бы не эта шлюха, мелкая ебасоска, вонючая нахуй, я бы, может, культурно разговаривал бы, блять. А чё, давай сыграем. Да. Ну, давай для начала покажем, что это такое. Потому что очень странно начинать играть, не ознакомившись с историей. Здесь есть самые разные, потому что вот даже есть телепузики. Чтоб вы поняли, я никогда не покупал фишки с телепузиками. Ну, если они были, это тоже неплохо. Просто, когда ты играл на фишки, тебя постоянно пытались наебать. Постоянно. И ребята постарше, и помладше, все. То есть, всё время какая-нибудь такая хуйня, типа, ты приходишь, и у тебя, например, вот, ну, там, 10 фишек, да? И говорят, а вот против десяти я поставлю, например, пять. Потому что у меня фишки новые и редкие, а у тебя они потёртые. И как бы ты перед каждой игрой ещё должен был торговаться, блядь. Это такой сложный социальный момент. А если со старшеклассниками играешь, как с ними поторговать? Вообще можно без фишек. А они, да, заберут твои фишки, да и всё, вот тебе и торговлю, блядь. Они возьмут вот так вот, типа, а! Вот и всё. А я выбил. Ты скажешь, ты не выбил, ты меня обманываешь. Да пошёл ты нахуй, теперь это мои фишки. Поэтому играли обычно всё на все, причём один к одному. Хотя на многих фишках написана вот эта хуйня, если вы увидите. Вы заметите, они коллекционные. 45 поинтс, типа, вот, ну, 15 поинтс, блядь. По-моему, не поинтс, это номер в серии. Не-не-не, номер в серии вот 19, смотри, 19. А поинтс 45. Но у нас никто на поинтс не обращал. Да, вот тут тоже 20 поинтс, то есть. Ну, это такая хуйня, что, да, как бы в России сложно было с этим, как бы. О, вот это классная хуйня, кстати, я помню её. Это пластиковые покемоны классные, я всё время на них смотрел, как, типа, знаешь. Слэмджек, вот, один из моих любимых артов, это Слэмджек Кэпс, они всегда криповые, дикие такие. Пластиковые покемоны, это даже не как фишка, это как будто... Ну ты, мудак, роняешь, блядь. Это прям как игрушка какая-то, посмотри, они там... Ты их, козёл, выбивал, чтобы вот так раскидываться ими, блядь, ёпта, неаккуратно. Ты на них играл? А ты их мыл? А это всё грязное, да? Конечно, а зачем мыть Кэпсы? Ты чё, они же стираются. Вот ещё были пластики. После этого руки надо помыть. На пластик играли только с пластиком, блядь, потому что, типа, ну, с другой стороны они стирались быстрее бумажно. Но они всё равно чёткие, они крутые, реально. Все пластик круто. Помню ещё были такие пластиковые, их можно было друг в друга цеплять, вот так вот, и запускать они, летали, блядь. Но биты ещё красивые были. Такие очень редкие. Такие ты только видел? Такие фишки, когда кто-то приезжал из какой-нибудь Москвы, там, блядь, ёпта, к бабушке или это, блядь, на каникулы и привозил такое все всё... Ебать, вот это фишки, блядь. Есть тут более поздние, есть, кстати, совсем домагнутые, вот это из Симпсонов, как я понимаю, рыба. Из Футурамы. А, из Футурамы. Нет, это трёхглазая рыба из Симпсонов, там же около АЭС, да. И, типа, это ещё прикольно, она из Футурамы, ну, посмотри, в каком состоянии. То есть, доходила и до такого, ну, что это за фишка, блядь, как на такое можно было играть? Человек-паук есть классика, да, Человек-паука... Все по покемонам угорали. Да, в былые времена покемоны это было что-то с чем-то. Да, это и сейчас что-то с чем-то. До сих пор выходит, ты знал, что люди, которые вот старых покемонов играли, они могут переносить, переносить свою коллекцию в новые игры и продолжать её собирать? Не знал? Нет. И, типа, они с детства играют в покемонов, там, Blue и Red, и они до сих пор их собирают, у них эта коллекция растёт, растёт. А её можно завещать после смерти? Я думаю, можно, но знаешь, в чём прикол? В том, что ты, например, в старый, там, какого-то года покемон Red играл и собирал там определённых покемонов, в новых играх ты этих покемонов не найдёшь. А-а-а! Ты не сможешь коллекцию... Ну, надо, да, передать, чтобы внук продолжал дело семейное, дальше собирал ебаных покемонов, нахуй. У нас в династии покемастеров, блядь, мы... Том и Джерри, я очень любил Том и Джерри. Ну, тут есть более поздние экземпляры. Как я понимаю, кто-то уже после моего отхода от дел пополнял коллекцию. Смотри, как? Твоя мама играет в фишки? Нет, да кто-то, может, просто принёс какую-то рухлядь вместо моей. Потому что я в самых крутых не вижу. Кто-то забрал тубус с Мортал Комбатом. Тубус, у меня был тубус, и в нём биты лежали. И все фишки с Мортал Комбатом. Говна здесь много, причём нового говна, когда ты уже не был маленьким. Вот, вот они, Мортал Комбат, одна фишка, видимо, уцелела. Как приручить дракона? Вот оно, смотрите, какая балдёжная, нахуй, шива. Вы посмотрите на неё. Блядь, вот самые крутые, нахуй. Круто. Сука, где теперь, блядь, кого? Может, батя их проиграл? Откуда, блядь? Куда делись? Но, я предлагаю нам выбрать, хотя бы, по 20 фишек. Давай по 10, хорошо. А только пластик? Нет, давай пластик. Пластик? Хорошо. Для начала покажем. Вот вам пример того, к чему приводили игры на пластик. Посмотри. Пидарасы с Костью вообще не разобрать. Не знаю, как у тебя стол липкий. Конечно, липкий. Мы, блядь, на нём энергосы пьём, Юлик. Какой он будет? Ты думаешь, мы выходим? А если Пикачу? И тут, типа, какая-то сотрудница убирает, всё протирает, приезжает Клинин. Да? Если ты её не вытрешь за собой, тут никто не вытрет, брат. Ну вот это точно новое, смотри. Как приручить дракона. Да, это какая-то херня. Да, да, да. Кто-то знаешь, как мы в детстве, блядь, брали самогонку и доливали водой. Вот кто-то сделал это с моей коллекцией, блядь. Причём, многие я узнаю, вот это вот были самые крутые. Я говорю, вот эти вот, блядь, слэм джек. Посмотрите, какая зубастая хуйня. Какие они были крутые картинки. Со временем, кэпсы превратились в такую хуйню, что, ну... Это грязная бумага, по сути. Самое крутое из всего этого, это покемоны. Такая маленькая фишечка. Ты себе сколько набрал? Десять. Раз, два, три, раз, два. Так, одна у меня кривая, я её убираю. Нет, это картон очень твёрдый. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Готов. Давай. А сколько нужно? Десять или двадцать? Десять. Десять? Сейчас тогда пересчитаю. Как осуществлялся игровой процесс? Предположим, мы договорились. Играем на пластике. Мы с Юликом выбираем, насколько мы играем. То есть сразу на всё играть это тупо. Это тупо и это нечестно, потому что если вы сразу все будете бить, то сколько тогда выпадет? Да. Я предлагаю сразу же начать с трёх. С трёх это много, да? Нет, на три, на три. Две это... А две как раз слишком легко перевернётся, понимаешь? Ладно, я тогда поставлю. Клади картинками и переворачивай. Подожди, я выберу какие поставить. Это тоже важный момент. Я поставлю... Важно, действительно. Стертую? Все ставят самую хуёвую обычно, которая у них есть. Поставлю джинкс и... Мяута не поставлю, поставлю читес. Она твёрдая, но она скучная. Угу. А ты чё ставишь? А я вот поставил... Хуйню, хуйню и... Не, ну вот это прикольно, я за эту готовку бороться. Давай попробуем. Так, тогда соответственно мы... Камень, ножницы, бумага. И обязательно нужно, чтобы не было читерства. Камень, ножницы, бумага. Цу и фа. Проговаривать каждый раз. Цу и фа. Кто-то говорит... Были такие пидоры, кто-то говорят просто сразу. Раз, два, три. И вот ты и не сообразил. А он уже пидорас взял. И вот типа это. Поэтому, для того, чтобы все успели настроиться на ритм считалочки. Нужно проговаривать сначала. Камень, ножницы, бумага. Цу-е-фа. Я первый. Вот видите? Юля бьёт первым. Хотя, конечно, много было, много было недоразумений уже на этой стадии. И говорили, ты не про... Недоразумения происходят всегда. Ты подождал. Ты типа с задержкой, блять. Ёпта, ты увидел моё. И вот такая. Поэтому переходим, блять. Всё, сейчас момент выбивания. НОЛЬ! Ни одну не выбил. НОЛЬ! Многие били с подкруткой. Но мы не пидоры, поэтому мы так не будем. С подкруткой смысл так, что ты типа отвлекаешь внимание. Такой, о, ебать, это... А сам такой, ах! Хуяць, типа, ну вот. Мы попробуем, честно, чтобы был полноценный удар. Не ребром, важно, не ребром. Скилл-то подрастерялся всё-таки. Да и, блин, мои ключевые фишки потеряны. Если б мы Mortal Kombat играли, чувак, я б тебя сделал, блять. Оп-па! Нееееее, это всё! Нет, так, так, не-не, это всё. У нас так нельзя. Это мы всё, блять. Таких пидорасов всё, ты пропускаешь ход. Так бить нельзя. Почему? Да это такая хуйня, что вот да, как раз какой-нибудь уебан в стену кидает, блять, и типа, всё что, не-не-не, бить надо нормально. Давай вот без этой хуйни, типа, ааа, давай в грешу кину, блять. Я не ожидал, что они разлетятся. Блять! Это, на самом деле, не так просто, блять. Дааа. Ну и стол не самый удачный для поверхности. Мы вообще на асфальте играли. Да. Он всё-таки такой немного... Но на асфальте они быстрее разъёбываются, типа. На лавочке самое то, на... Ух ты, блять! Раз, два, три. Та выбилась? Нет. Не считается то, что упало, не считается, блять. Та не выбилась. О, я выбил вот эту штуку с магнитным чуваком. О! Тоже выбил джинсы. Два выбираю. Одна фишка. Одна фишка осталась. Блять, как он это сделал! О, профессионально. Чё, ещё на три? Давай, на три. Ставим. Так, магнитного не поставлю. Да ты охуел, что ли? Тоже не поставлю. Всё, я его отбил. Я ставлю этого читас, вот эту хуйню, и что-то у меня ещё было. Так, это не хочу. Это не хочу. Там тебе фишки это были. В смысле? Ты вернёшь мне их. Можешь забрать отстойные. Вот всякая лесная братва, тут откуда. Это мой шансунг. Вот это. Вот это та самая крутая коллекция Mortal Kombat. Посмотри, какой он крутой. Крутой. Господи, блять, как он крут. Я поливилу поставлю. Всё, нормально. Давай, камень, ножницы, бумага. ЦУ-Е-ФА. ЦУ-Е-ФА. Я хорошо в камень, ножницы, бумага играю. Я не думаю, что в этом можно хорошо играть. Можно, можно. Иначе проводились чемпионаты пока. Проводятся. Угу. Блять. Блять, ну чё, вот сам лезь сразу. Но я выбил две. Да, блин. Пиздец. Нахуй ты изо всех сил хуяришь. Так вот, ты даже если выиграешь эти фишки, они будут разбитые. На них никто играть с тобой не будет. А я на них уже хороший. Надо аккуратненько. А, как, как вот. Вообще на полу надо играть так-то. Отлично, Юра. Вот так вот я и выигрывал фишки. Серёга, где ты? Серёга, будем играть на банк. У меня теперь ещё лучше компьютер, Серёга. Смотри, как ты видел, что я не мухлёю. Три фишки. Ха-ха-ха-ха. Клааааассно, люблю фишки играть. Блять, ну ладно, сам придумал правила, блять. На полу, конечно, вот да. Так она никуда не упадёт, не потеряется. В этом есть определённого рода преимущества. Очень лёгкое. Оп. Давай я сейчас всё отыграю, ставлю сразу пять. ПЯТЬ? Да. Да, так не честно. Не-не-не, сейчас я блять. Раз, два, три, четыре, три. Жизнь вообще, я пользуюсь позиции старшеклассника. Ладно. Старшак решил отыграться, а то больно молодежь меня тут это... Чё тут реально 10? Раз, два, три, четыре, пять... Это важно было, да. В детстве мы могли наебать. Конечно, все наебывали. Так, поехали. Камень, ножницы, бумага, ЦУЕФА... Блять! Он действительно хороший. Ух, камень, ножницы, бумага... У меня есть психология, но я не буду тебе рассказывать. Подонок вонючий, блять. На экране я буду побеждать, да. Я сам нагуглю. Ох, сейчас вот есть возможность все выбить. В следующий раз мы на жопу будем. Камень, ножницы, и я буду готов. Я бью. БЛЯТ, ЧУВАК, УОНИ РАЗЛЕТАЮТСЯ ИХ МНОГО! ТА КУРАТНЕЕ БЕЙ, БЛЯТ. ТА КУРАТНО БЮ ИХ МНОГОТ. Блуя, вот из таких мудаков все фишки у меня потертые, блять, ёпта. Я ни одну не выберу, не одной находит. Щас я тебе блять покажу, как попадут. ЛЕГКО. ЛЕГКО. ААА ААА. Да ты наебать меня пытался, у тебя вылетели из рук Нельзя так. А это нечаянно Это не честно, а не нечаянно Это не нечестно, а я просто плохо держал, блять И сильно выкатал Ах ты Я не хотел, я правда не хотел Он сделал вот так, он вот так хотел сделать Я не хотел Ты хотел Все, теперь я бью А почему? Ты наебать пытался Давай, давай Да я не поймёшь Я правда не поймёшь На жопу Не поймёшь Смотри, Юра Неаккуратно Много капсов не привык, блять Вот Вот это удар Юра Коронный А то был Удар на ёбшика Коронный Так, не замикал ты Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Из-за афишек дрались Друзья Я уже на грани пробились Друзья бежали Я уже, я уже, да Многие Лучшие друзья распались из-за этого Это как азартные игры нашего детства А это и есть азартная игра Ужас Ну нихуя Тяжело Да потому что ты не понимаешь смысла Нужно Аккуратно Да я аккуратно Чтобы А не чтобы Бабакс, блять Надо Одна Хорошо, блять Это этот пидор Брук или как его, блять Брок Брок, нахуй Кончалыга какой-то Терпила, блять Путешествовал Сэшу на этой бабы Кому он был нужен Что вообще за человек путешествует с кем-то И его тёлкой А он там остался в этом Где? В команде А? Нет, он ушёл Команда А были крутые Оптимальное сочетание Чувак, тёлка и кот Блять, больше ничего я не знаю А команда Р? Ну, она по-русски была команда А Потому что по-английски R ставится как А А А Хорошо Б bid, но неинтересное Вот это значит много фишек А так, интереснее Когда я смогу все превернуть за раз А-а-а-а, фирменное Тара Каманского Надо так Чтобы он Что об этом Одной котлеткой О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Четыре фишки Вот так, блядь, батя сейчас отыграет, блядь. Надо так, чтобы удар в центр фишки пришёлся. В центр. Давай ещё по пять. Давай, блядь. Я разыгрался, нахуй. Сейчас я тебя... Давай, пять. У меня остаётся три. У тебя там четыре лежит. Пять! Там четыре раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Всё честно. Всё честно. Камень, ножницы, бумага, цу-е-фа. Эх, я понял твою стратегию. Теперь ты труп. И сейчас лёгким движением руки переворачиваем все фишки. Да что ж вы, блядь. Сейчас, сейчас, сейчас. Я вспомню, как это... Надо, чтобы удар был в центр, и он настолько все как бы вот сверху, чтобы приложить, и они как бы... О! Ни хуя! Раз, два, три, четыре. Физика! Пять! Пять? Пять, блядь! Отыгрался! Щас! Плючик пойдём, блядь! Щас! Не, ну не. Зачем, блядь, я вслух говорю, как надо бить? Хуякс! Видал? Вот в центр. И чтоб переворот был, блять! Ёпта! И чтоб импульс научился ведь. Давай ещё... Давай шесть! Давай на шеесть! ААААААААА! Вот тут-то и прегориешь, блядь! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Азартные игры, это не твоё, Юлик. Всё, камень, ножницы, бумага, цу-е-фа, цу-е-фа, мммм, понятно, теперь я знаю что делать во второй раз, я как таскмастер, а вот сейчас ты так сделал, вот ты меня предъявил, а ты, тогда, тогда перебиваю, да, вот сейчас ты вот это, блядь, предъявил, оно просто вылетело, я как таскмастер, оно просто вылетело, я ворую боевые стили, походу, блядь, ладно. А ты, блядь, что-то, готовься, ты сегодня у нас Наташа Романова, блядь, таскмастер тебя разъебёт, в центр, сверху, удар, переворот. Вот сейчас нужно все забрать, а это что было? Это же с полу. А мне показалось, ты её перевернул, хитрец. Ладно, ладно, но такое тоже может быть, нужно было следить, а то пидор перевёрнутый перед своим ударом положит и... Много. Травочка. Много взял, много ты взял. Половину вернул. Сейчас как хуякну, оно вот прям нужно, чтобы сверху. Ох, раз, два, три. Слушай, а это и мои тоже. Не-не-не-не, это не твои. Юля? Точно? Ах, вы. Блядь. Всё, Юлик, готовься. Минус шесть. Пиздец, ноль. Чё, тут кто-то ручкой рисовал на фишке? Полагаю, это я, я дебил был, малолетний. Вот, лесная братва, я понятия не имею, откуда, а рисовать на фишках похоже на меня. Малолетний, блин, дебил, сука, ну давай, давай, сила детства, верни меня. Сильно бьешь. Ну мне надоело уже тянуться. А можем, знаешь, тогда это, ол-ин. Ол-ин, давай ол-ин. Ол-ин, ну давай эту партию-то надо добить. Я, блядь, даже поднять её не могу, она прилипает. Можем другую. А прилипает к полу? Может её поменять? Не, ну типа она настолько плоская, что её не поднять. Всё, я это забираю. Только это. А это забирает батя. На счёт три. Раз, два. Держи, мачу-пипчи. Пропал честер, блядь. Всё, ол-ин иду. Так, давай посчитаем, сколько у нас. А это не важно. При ол-ин? Нет, при ол-ин идёт на всё, и у ответ идёт на всё. Пять, шесть, семь, восемь. Девять у меня, ты одну фишку выберешь. Десять, одиннадцать. Значит, играем на девять? Ха-ха-ха. Всё, ты покойник. Сейчас один удар, и тебе конец. Готов? Давай. Раз, два, а-па, стоп. Камень, ножницы, бумага. Да-да-да. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. А ты мне не доверяй особо. Не доверяй, я тоже могу и наебать. Мало ли, я такой человек, знаешь, я, блядь, такой. За мной глаз да глаз нужен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, ты забрал шесть, и я заберу всё остальное. Готов? Удар маскера. Удар маскера. Давай. Много забрал. Раз, два, три, четыре. Да ты ебал, блядь. Так тоже могли сделать. Моги, но пизды потом. Мы вчера у тебя нашли бы, блядь. Все знали, где кто учится, блядь. А охрана в школах тогда была, скажем так. Кто угодно мог зайти, блядь. Вообще кто угодно, блядь. Людей заходили, поссать просто или... Наверное, сильно бьёшь. Прости, но я очень хочу победить. Все хотят победить? Так, у меня... Мы уже просто играем, не комментируем. Просто желание... Бля, ну это было так неудобно. Близко было прям. Ох, как хорошо. Сколько у тебя? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. У тебя девять, потому что у меня одиннадцать. Давай, ставим девять, пока кто-то не победит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это надо было... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да мне это... Уроки мне учить. Да, поэтому нужно быстрее. Ты берёшь из кучи. Ты берёшь из кучи. Да я просто... Нужно девять фишек. Я, по-моему, вот эту? У тебя все должны быть, которые у тебя есть. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, посмотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Блядь, да ты чё? Ну, эбать, давай ты охуел. Давай, камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Эх. Девять. Не бей, только сильно. Разлетается всё. Угу. Ха-ха-ха-ха. Да я даже не знаю, как в руках... Она большая. Ты как-то хитро берёшь. Да в пизду это говно, короче. Где мои фишки Мортал Комбата? Мама, блядь! Кто взял мои фишки Мортал Комбата? Всех найду! Всех, блядь! Что, нахуй? Я, я, блядь, её... Я у кореша спрошу. Он там до сих пор по соседству живёт. Я у него спрошу. Он точно, он точно знает кто. Пиздюки, берегитесь, блядь. Если это вы, сука. Я хотел просто Мортал Комбат показать. Не, это хуйня, это какая срань. Да ладно, на самом деле это просто фишки, блядь. В былые времена вот так... Это не просто фишки. Вот так вот и зарождались скандалы. Я рад, что сейчас такого нет. И у детей есть возможность... У них есть телефоны. Играть в рулетки КСГО. Реальные деньги. Мы продвинулись так. Уже люди не бьют ёбло друг другу. Да, пачка фишек 10 рублей стоила. Да, да. А теперь просто покупают себе эти... Кейсы в КСГО, из которых Драгонлор может выпасть. Но не выпадает. Да, никогда не выпадает. Но, в общем, на сегодня всё, друзья. Если вам понравилось, предлагайте ещё обзоры. Может быть что-нибудь... У меня на канале чёткий летсплей. Где мы с Юрой играем в Ханни випкам студию. Там мы делаем своих випкам моделей. Прокачиваем их. И в этот раз у нас всё лучше получилось. У нас вообще там дела хорошо идут посмотреть. Балдёжно. Балдёжно. Переходите. Но может быть в конце вас ждёт сюрприз. А может быть и нет. Переходите. Лайкайте. Пишите комментарии. В конце их ждёт ссылка на этот ролик. Вы будете вечно пойманы между двумя роликами. Переходить туда-сюда, туда-сюда. Удачи вам в этой временной петле. А на сегодня всё. С вами были Юлия Онешко. И Юрий Хованский. Спасибо за это!